Нас миличные враги не особо сильно пугают, если они двигаются не слишком быстро, а вот рейнджевики это огромная для нас проблема, особенно со всякими там ракетами. Охренеть! Нет! Серьезно! Серьезно! Это не смешно даже было. Как меня просто покарали! Субтитры сделал DimaTorzok Как-то я начал вникать в нее и решил, давайте сегодня будет она. В общем-то, первый навык я буду читать с сайта, как обычно, ребят. А с сайта информация расходится. Я смотрел на первый скилл, написано у нас 120% дамага, а на сайте написано выстрел стрелой, наносящий 140% урона. Вы можете использовать все способности во время движения. Вот это основная особенность этого персонажа. Единственный такой персонаж, я так понимаю. Пока что у нас таких не было. И это просто охренеть, как интересно должно быть. Собственно, дальше у нас это ураганный обстрел. Дальше у нас лазерная глефа. Лазер глеф. Да-да-да, у нас она тоже есть. Вот здесь цифры сходятся. Бросок диска, отскакивающий от 4 врагов и наносящего 300% урона. Урон увеличивается на 30% после каждого отскока. Дальше у нас есть скачок. Ну, это просто телепорт на маленькую дистанцию. Дальше есть кластерная бомба. Выстрел, взрывающийся стрелой, наносящий 320% урона. Стрелы выбрасывают бомбы, которые при взрыве наносят 6 умножить на 80% урона. И у нее еще есть более сильная версия, которая делает все то же самое, но выбрасывает 12 бомб, которые... ну, 12 бомб на 85% урона. Как работает эта усиленная версия, я не понял. У всех персонажей есть, оказывается, усиленная версия последнего скилла. А откуда она берется? Либо с левелапами, либо с чем-то еще, если честно, я не понял. А охотницы вроде как советовали, типа, брать какие-то скиллы, типа, укулеле или что-то такое, что поможет ей большой наносить урон по области. Я сегодня, как вы заметили, ребят, я не взял артефакты, которые мы открыли в прошлый раз, потому что, блин, черт возьми, они реально делают то, что написано. То есть артефакт, который увеличивает наш дамаг, он реально дает нам в 10 раз меньше хп. У меня было 9 хп, я начал только что, он начал самих за охотницу, чтобы разобраться с управлением, потому что я переключился, ребят, на геймпад, в связи с чем у меня могут возникнуть некоторые дополнительные сложности. Потому что здесь управление, оно, знаете, я ожидал, что оно будет на кнопочке x, y, b и тому подобное, а оно, кажется, на а у меня прыжок, а все кнопочки атаки, они на задние клавиши, это вообще для меня дико непривычно, но вот потихонечку я думаю, что я привыкну к этому, мне управление с геймпадом, ну, оно удобнее, во всяком случае, для меня. И мне так, в принципе, играть интереснее, приятнее как-то, не знаю. Так что будем привыкать. Я запускал, и плюс еще враги, то, что там написано, что-то там, а, бег, что-то, run faster at lower health, это, оказывается, относится не к нам, а к врагам. У нас враги быстрее бегают, когда у них мало здоровья, и это вообще неприятно, если честно. Ох, сейчас видели эту гранату, как раз таки выстреливаю, ну, которая быстро, которая выстреливает гранатами. Так, у нас хватает на сундук, я буду путаться еще, какие клавиши используют наши, эти самые, открывать всякие сундуки и тому подобное, вроде как способность менять на Y. И, собственно, у меня у всех все клавиш на, допустим, RT это основная атака, LT это вторая атака, RB это самая правая атака. Я на задней клавишек, если честно, на геймпадах никогда не умел нормально пользоваться, мне всегда это было очень непривычно. Я привыкал либо к крестовиной, либо, ну, чаще всего я играл крестовиной, не вот этим вот стиком, как он называется, аналоговый стик или что-то там, как-то так. И просто обычным клавишем, такая просто классическая Sony 1, чаще всего там именно такое про не было, там, конечно, используется бывает в некоторых играх, R1 и так далее, но в которой я играл, это было гораздо, ну, редко это юзалось. Так, ай, тихо, тихо. Так, надо не забывать про наш тейпорт, я не на ту клавишу уже начинаю кликать. Кстати, на кульс, а, вот, способность у нас на клавишу B. Кстати, меня что-то сейчас продамажило так знатно. Так, а мы можем купить большой сундук, интересно, нам хватит денег, которые слева прилетят сейчас. Не хватает, да? Блин, я так хочу его именно. Ну, иди сюда, дружище, иди сюда. Ну, быстрее ползи. Ну, пожалуйста, иди сюда. О, не то, не то нажал. Я хотел телепортироваться, в итоге открыл сундук, который ракетами будет выстрелить при открытии всякого такого. Ну, ладно. Может, нам стоит еще сюда вернуться, если честно, я не знаю. Не хотелось бы, потому что далеко. Хотелось бы просто завершить это место, и все. Молодец, я буду промахиваться регулярно вполне себе. Не знаю, хочется его открыть просто. Ну, блин, появился бы здесь один толстый враг, или несколько сразу же мелких. Было бы очень хорошо. Так, давай, ты вот так сделаешь. О, вот, ага, значит, бумеранг, он отскакивает, он, короче, увеличивает два дамага своего дополнительно за каждую цель. При этом он отскакивает как-то, не совсем я понял, как именно он отскакивает от целей. Судя по всему, он проходит через них насквозь, то есть мне надо бить по пачке врагов, да? А гранату тоже надо по пачке, но там уже именно... Я так понимаю, что надо нашу стрелу с гранатами, и надо кидать по именно пачке, которая собралась, а бумеранг по пачке, которая идет как бы такая... А в линию стоят, вот. То есть горизонтально. Не совсем пачка, а именно вот так вот расположены. А, или нет. Ха-ха, может быть и нет. Как-то я сейчас использовал так. Оп, стоять, стоять, стоять. Ты сейчас у меня всех продамажишь. Хорош. Отлично пробежались. Нет, бумеранг как-то отражается от одного врага к другому, и, судя по всему, сам немножечко выбирает цели. Окей. Мы в воздухе, у нас как-то странно выбираются цели для стрельбы. То есть я могу отходить назад и стрелять по врагу. Но когда я в воздухе, у меня выстрелы начинают идти в сторону направления движения. Собственно, там написано было на сайте, что нам подходит какой-то один предмет, я не понял. Что такое, как видит, как большая такая базука. Это у нас было, по-моему, это дает взрывы к нашим выстрелам, если я, конечно, не ошибаюсь. А второе, написано было, что укулеле очень хороший дамаг по пачкам дает за этого персонажа. Ну, слушайте, я на самом деле, мне кажется, что охотница может стать одним из моих любимых персонажей. Потому что мобильная вот эта вот стрельба, мне-то дико нравится эта идея. Я думаю, что это мне зайдет. Вот так, мы нашли босса, и надо его быстрее и быстрее активировать. Так, вот так, активировали босса, все, почти убери одного врага. Так, телепортация реально очень на маленькую дистанцию. Опа, это колосс. Окей, ооо, блин. Элитка, вот элитка вообще не в тему. Вот на элитку я сейчас не рассчитывал. Так, бежим, бежим и уходим. Телепортировались. Так, я могу вообще-то на ходу стрелять, не надо про это не забывать, пожалуйста. Так, и надо постоянно, короче, кулдаун сливать с нашего бумеранга и с нашего взрывного выстрела. Вот, по-моему, это наши, как бы, такие основные ауешные навыки, судя по всему. И они дико должны помогать, если правильно им пользоваться. Нет, я телепортировался зато. Ох, а вот этих врагов как раз-таки должно быть бумерангом, очень приятно бить. Только я что-то, я уже забыл. А у бумеранга есть ограничение на количество поражаемых целей, да? Потому что он три цели наносит, урон, и все, и дальше как-то затухает. Так, надо бы мне это прочитать, пока я тут стреляю немножечко. Так, я себе тут свапаю на телефоне. Урон увеличится на 30% за каждого, после каждого отскока. Но не сказано, сколько отскоков у него может быть. Окей, тогда я не совсем понял. Этот момент. Окей, ну с тобой у нас проблем быть не должно особо. Плюс еще мы давайте здесь ракетами заспамим. Только я бы хотел все-таки артефакт отсюда получить в первую очередь, а не просто ракеты, серьезно, 4 раза подряд. О, вот это зашибись. Вот это зашибись. Вот это я обожаю за любых персонажей. У нас, конечно, скорость атаки не такая фантастическая, как, не знаю, у того же команда зайдет нам. Но тем не менее, эти ракеты, вот эти вот, я их обожаю. Они выглядят очень, очень внушительно. Ох, там элитка лечащая. Ну, погнали. Так, у нас еще времени и целая гора, на самом деле. Я посмотрю в эту сторону, пока что здесь есть у нас какие-то сундуки или нет. Скорость бега у нашего персонажа, на самом деле, достаточно маленькая. Но как же мне нравится, потому что у всех персонажей у меня проблема в том, что я не могу сражаться на ходу, и из-за этого я как бы отбегаю от врага, а он бегает примерно с моей же скоростью или около того. В итоге я практически весь бой отбегаю от врага, и просто мне нет времени наносить ему урон. А здесь это как бы, этот момент у этого персонажа контролируется другим способом. И вот это мне прям нравится, что я не перестаю удивляться тому, насколько сильно отличаются механики игры за персонажей, за каждого персонажа причем. Они прям абсолютно разные. Но вот с артефактами, например, я, наверное, ребят, пока что проходил в ближайшее время. Знаете, что все артефакты, оказывается, считаются, что это разнообразит игру, но при этом усложнение по большей части. Как бы и есть артефакты, которые не чисто усложнены. Например, ускорение врагов, когда у них мало хп, это чистое усложнение, да. Наша активка стартовая, это не позволяет нам, судя по всему, она убирает дроп активок вообще с игры. Но при этом зато у нас есть стартовая активка, и мы на нее можем набирать целую гору вот этих вот артефактов, которые ускоряют ее кулдаун, так как мы там уже не можем никуда сходить. Там один только есть сундук, до которого я, скорее всего, не доберусь. Хотя, может быть, с репортом я получился, но я туда не пойду уже, наверное. Тогда вливаем деньги вот в этот вот алтарь и выходим с этого этажа. Могло бы посильнее собраться, но, в принципе, есть у нас артефакты хорошие. Да ты серьезно, типа, пять раз подряд. Ой, это что такое? Dead man's food. Drop a poison trap at low hills. Короче, кидает какую-то ядовитую ловушку какую-то, когда у нас мало хп. Окей. Например, осложнение артефакт, который увеличит наш дамаг, но при этом он, по-моему, раза в два или в три или в четыре увеличил его, но уменьшает наше хп в десять раз. Это тоже неоднозначное осложнение, но все-таки это такая штука, с которой дико опасно играть. Я не представляю, как выживать это. Например, вот сейчас, вы прикиньте, у меня было бы хп в каком-нибудь уже собранном билдзе на последних этажах 150, например. Это очень много хп было бы. Я так понимаю. Хотя, например, Confusion, если он работает так же и так же увеличил бы нам хп за каждого врага на единичку, если бы он работал по-прежнему, то он бы вытаскивал забег с этим артефактом. Но все-таки, как-то меня просто... Я говорю, я начал играть, чтобы протестировать управление. Меня сманшотили. Я сначала не вырубился в чем дело, потом вспомнил про этот артефакт. Я смотрю, у меня 9 хп со старта было. Просто жесть. Поэтому я пока что, наверное, с такими артефактами я играть не буду. Мы сначала постараемся все-таки, наверное, Мунсен пройти. Я буду, наверное, пока что Мунсеном называть с сложностью. Хотя, наверное, Мунсун, правильно. Не уверен до сих пор. Хотя, ладно, когда как будем называть. Короче, на нашем на харде будем играть. И пока я не убью, наверное, босса финального, я бы, на самом деле, не предпочел бы еще как-то себе сильно усложнять игру. Я бы, на самом деле, начал бы это делать потом постепенно, после того, как я бы уже хотя бы разок его одолел. Блин, дайте мне врага сюда. Пожалуйста. Пожалуйста, врага сюда. Дайте сундук, который я не могу открыть. Ладно, я вас понял. Сейчас они сразу появятся, как только я оттуда спрыгнул, да? Не будем ждать, терять время лишний раз. Будем искать, что нам подходит. Я не знаю, какие нам артефакты нужны в целом, кроме тех парочек, которые я назвал, собственно. Давайте используем. О, мины, хорошие, давайте вынесем их всех. Ну, мне прям нравится, в принципе, вот эта идея атаки этого персонажа. Насколько у нас далеко мы получатся пройти, я не знаю. Блин, какой у меня был дикий фейл в прошлый раз за инженера. Это просто атас, когда я случайно пошел на этот самый, на луп, вместо того, чтобы просто пойти на последний этаж. Потому что по инерции нажал на клавишу и забыл про то, что надо специальным образом на последний этаж переходить. Вроде геймпад у меня сейчас. Я почему раньше не записывал с ним? Он у меня был, у меня его купил там относительно недавно как бы. Я им не записывал, потому что он был достаточно шумный. Я делал одну серию по Dead Cells и было немножечко шумновато. Но сейчас у меня сменился микрофон. Правда, у меня было одно видео по Айзеку с этим микрофоном, когда я его только первый раз тестировал еще. Ну, я как бы до этого тестировал. Но не заметил такой момент, что оказывается, что... сильно зависит от того, как далеко я нахожусь от микрофона. С этим микрофоном я должен находиться немножечко подальше, чем от предыдущего. Поэтому на Айзеке, например, мог быть звук немножечко... В некоторых местах мой голос оказался немножечко странным даже мне. Но в целом должен звук стать лучше. Но это не окончательная версия звука. Звук может еще сильно улучшиться, когда у меня приедет звуковая карта. Хотя сейчас все равно, по-моему, лучше, чем у стартового микрофона. И здесь гораздо меньше слышен геймпад. Прям, не знаю, в два, в три раза ориентировочный вот настрой. То есть огромная разница. Так, давайте, сундучок. Это у нас что за покемон? Лид, мопс, хэвэчейн, студроп айтем. Это прикольно, это я помню, это хорошая штука. Давайте возьмем, наверное, вот этот зубик. Пусть у нас будет хилка на 10 хп, когда мы убиваем врагов. Мне, в принципе, это пригодится. Так, давай, поднимайся наверх. Блин, там слева был сундук, конечно, дорогой, причем сундук был. Но, зараза, мне туда возвращаться очень далеко надо будет. Так, магазинчик, проросшее семя. Варбанер, наверное, уже поздно. Знаете, что я возьму просто вот эту штуку рандомную. Очки, которые наносят шанс с шансом двойной урон. В принципе, адекватно. Не вижу проблем у этого артефакта, никаких, никаких. Единственное, что я не знаю, какой там шанс. Ну и ладно. Это, в принципе, как бы однозначное усиление для нас будет. Вот дроны, я не уверен, что они нам нужны. Какой это? Репейр дрон. А, стоп, репейр просто дрон. Я почему-то репейр подумал, что это хилер дрон. А это репейр, типа, починить дрона. Я сейчас подумал, что это имеется в виду хилищий дрон, типа, репейр дрон восстанавливающий. Ладно, пофиг. Взяли дрона, больше не будем прорвать. Если он помрет, мне особо будет жалко. Я как бы не думаю, что у нас особо акцент такой на дронах будет. У каких персонажей так дроны нужны, я так, если честно, не понял, в первую очередь. На каких это особо эффективно. О, нормально, так сундук здесь дропнули. Активку нашу прожали, а сундук появился. Правда, какой-то он дорогой был, невменяемый. 234 стоило. Типа, это реально дорогой был сундук, по-моему, вы услышите. Мне кажется, что сундук за использование артефакта, он реально дороже обычного, не? Что-то дофига он стоил. Окей, ладно. Не знаю, пока что я себя чувствую вполне себе более чем комфортно, на самом деле. Он приближённо к тому, что я чувствовал себя на инженере. О, магмоворм, вот сейчас будут проблемы, возможно. Потому что магмоворм это уже босс посерьёзней, чем колосс, который у нас был в прошлый раз. Ауч! Пали далеко вниз. Ох ты ж, блин. А откуда у нас электричество бьётся? Откуда электричество? Стоп. У меня же нет, кулейли или что-то такого. Откуда электричество? А, это враг бьёт, ё-моё. Это враг бьёт электричество, точно уже. Синий такой враг, вроде он электризует всё. Так, у нас здесь вопрос. Были ли здесь какие-то артефакты? Я рискну и пробегу сюда, ладно. Я забываю, что я на ходу стреляю. Я могу постоянно клацать кнопочку атаки какую-нибудь, любую. Слушайте, как же это дико помогает. Настолько нас ускоряет. Потому что обычно мы базовая атака практически никогда не можем пользоваться. Сейчас мы просто всё на ходу используем. Слушайте, это одиннадцать, мне кажется. Мне однозначно этот персонаж, мне на первый взгляд, мне сейчас нравится больше всех. На втором месте я не знаю, кто. Возможно, что лодер. То есть грузчик, который с этими электрическими столбами. Возможно, что он мне нравится очень. А инженер, он крутой, он имбовый, по-моему, на первый взгляд. Ну, по крайней мере, у меня с ним самый сильный замег получился. Но охотница мне вот сама по себе, по своим навыкам, по своей стилистике, она мне ближе по моему стилю. Меньше всего мне самих, знаете, кто понравился. Пока что, на первый взгляд, по крайней мере. Это само собой инфорсер, потому что это противоположность охотницы, наверное. Чисто, ну вы понимаете, собственно, у меня такой, геймплей такой привычнее мне. Так, хорошо спрятались. Собственно, как я и говорил в прошлый раз, что я вычитал. Что? О, нет, 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 как телепортируется? О, нашел. Я забываю клавишу на телепортацию. Так, нет ничего. Аккуратненько уходим. Ай, попала, зараза такая. Как я и говорил в прошлый раз, что мой червяка может спокойно в воздухе вот так вот, если мы находимся на канате, то он нам ничего не сделает. В нас урон не проходит. Как я это удачный вычитал, однако. Так, у нас есть, в принципе, много золота. Открыть пару сундуков мы точно сможем. Надо однозначно вот этот открыть. О, неплохо. При убийстве врагов будет срабатывать. И это в целом нам неплохой ДПС такой даст. Учитывая, что у нас... Знаете, что мы отстреливаемся на ходу. Это нам поможет очень сильно. Мы, считайте, отстреливаемся на стрельнице, собираемся на врага убить Аббас и убиваем, например, пачку. Прикиньте, вот так вот будет. Блин, давненько нет у нас никакой секретки вот здесь вот. Серьезно, я все ее хочу показать. Когда я узнал, что она здесь есть, я сразу хотел это показать. Там, конечно, надо будет прыжки имеется усиленные, чтобы туда попасть. Но она мне, в принципе, не спавнится. А, та-та-та-та-та. Надо заряжать заранее. Вот так вот. То есть не когда я прыгаю и стреляю. У нас же идет зарядка еще на навыках. Я то есть сначала заряжаю наш навык, а потом уже подпрыгиваю. Именно тогда я попаду по врагам, которые находятся на другом уровне относительно меня. Ай, ракета прилетела. Нам нужна хилка хорошая. Ох ты ж, зараза, прибежал сюда. Нужна хилка хорошая. У нас... Мой телепорт мне пока что меньше всего, если честно, нравится. Я не думаю, что он мне особо сильно, как бы, поможет. Хотя, знаете что? Я сейчас так подумал, а возможно, что дрон из-за этого персонажа, это реально то, что ему надо. Потому что, смотрите, она может... Офигеть, мы их разнесли, просто вкрошили их. Она далеко держится от врагов и может постоянно на ходу стрелять. И дроны тоже, как бы, они не особо будут подвергаться риску. Слушайте, мне кажется, что этого персонажа реально дроны могут сыграть хорошо. Я был бы не против, потому что у нас давно не было такого же, что у нас целая игра дронов. По-моему, у меня это вообще всего один раз было. Если не ошибаюсь. Прямо уж так активно на этом упор был. Может, стоит это попробовать. Тем более, что деньги позволяют пока что. Давайте пробежимся. Блин, конечно, она бегать будет долго. Ну, инженер, конечно, тоже такой медленный персонаж был. Окей, пробежимся. Я хочу забрать тот сундук все-таки, скорее всего. Активку нашу, если смысл использовать, нет, не знаю. О, ракеты полетели. Но 14 врагов сейчас у нас. Я вижу, что они направились в кого-то там. 13 врагов. О, чувствую, что они попали в кого-то. Так, перчатка. Я не знаю, насколько она нам нужна сильно. Отталкивание врагов уже причем вторая. Ну, типа, пусть будет. Хотя, знаете что? Мне кажется, что она отлично зайдет. Потому что, смотрите, мы отходим от врагов. И они еще и отлетать от нас будут. По-моему, это хорошо. Деньги равно силы. Две штуки уже. Ё-моё. Но, блин, сами по себе артефакты, которые я искал, я их так и не нашел на самом деле. Окей, пойдем в эту сторону. Сделаем очередной кружок. Не уверен, что это... О, паньки, а там что-то еще продавалось. Сверху. За 93 это сундук, да? Да, это сундук. Хорош. Хорошо, что я его заметил. Потому что мне, по-моему, там деньги особо некуда будет тратить. Так, это что? А, enemies drop extra gold. Это хорошо. Правда, это сейчас нам немножечко уже поздно. О, 12 врагов. Это у нас было 12 врагов? А, нет, кто-то сдох. От чего сдох? А, от ракет. Наши ракеты после СДК вылетели. А я еще так расстроился тогда, что... Не тот сундук сначала открыл, который за 25, а не за 50. А это работает только в путь. Это же нам не раз помогло. Так, у нас сложность уже пятая. Ну, почти пятая. То есть, ну, когда мы закончим этот этаж, у нас точно уже будет пятый. Но в целом нормально. О, еще ракета полетит. Какие удачные у нас навыки срабатывают. Я все думаю, вдруг оно мне, не знаю, там даст... О, 11 врагов, 10 врагов, хорош. Я все думаю, вдруг оно мне даст сундук, например. И он мне хотя бы пригодится. Оно берет и выстреливает тем, что надо. Был вопрос неподходящийся. Но, не знаю, там... Полечила бы нас, открыла бы сундуки на карте, которых у меня сейчас нигде не видно. Там бомбы поставила, сюрикен пустила, факел. Целая куча всего, что она могла. Липучку вот эту прыгающую. Как-то яблоко с жвачкой, как-то такое. Не знаю, как она называется. Такая прыгающая штука. Целая куча способностей, которые... Эта активка могла бы нам дать неподходящих. Она дает все, что нам надо. Ракеты. Нормально так? Везет. Так, мы почти уже обошли. Блин, а здесь враги снизу сейчас будут еще, да? Мне удачу придется спускаться, скорее всего. А так не хочется. Ну ладно, посмотрим. Может они все здесь остались, а? Вдруг. Там есть еще сверху контейнер, но я не думаю, что мне захочется убрать. О, тихо. Ты такой умный, что решил спрыгнуть с вот этого подуровня немножко. Там есть контейнер, но я не особо вижу смысла. Занимите! Упали вниз, молодец. Не особо вижу смысла. Занимите, потому что они мне деньги дадут. Немножечко опыт, ну капель совсем, пиксель. А что еще? Ну, ракеты запустят. А ракеты, кстати, запустят. В принципе, ради ракет можно взять. Они себя могут окупить. Как бы странно это ни было. Ради ракет стоит сбегать. Так, открой. Откройся, Сизам, откройся. Раз, ракета. Блин, лучше бы ты выбили врагов тех, которые слева. Мне до них тяжелее будет достать. Во-во-во. Остались только там. Два врага. Два врага осталось еще. Они оба здесь, да? Один тут я вижу. А второй где? А, нет, они оба тут. Окей. А, или нет. Вот все. Вот, второй грибочек. Погнали. Давайте используем. Не знаю, зачем я использовал активку. Если она у нас... Куда он не сбрасывается, когда он переходит на следующий этаж? Ладно. У нас денег очень много. Осталось лишних, к сожалению. Блин, вот это плохо, конечно. Но... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я же здесь не запрыгну так. А, я могу вот так сделать. Телепорт. Точно. Я уже собирался обходить. Думал, блин, сейчас опять придется туда-сюда мотаться. Окей. Как я и говорил, у нас уже пятая сложность как раз, когда мы заканчиваем этот этаж. 15 минут прошло уже с половиной. И это ледяной этаж. Отлично. Пожалуйста, дай мне живой мост. Он сломанный, да? Блин. Я просто надеялся, что мы сейчас посмотрим на секретный этаж. Если здесь был бы завершенный мост, то у нас был бы шанс как бы... Или не шанс, а это означало бы, что у нас должен был бы заспавниться секретный этаж. Так, а как мне тут это самое разбить-то? Мы в таком месте заспавнились противным как-то. Такой кучкой еще. О, нет, не в ту сторону. Ладно. Ребята, до свидания. Не в ту сторону прыгнул случайно, телепортировался. Значит, не особо-то мне к ним и нужно. Будем искать. Вот здесь, на этом этаже, у нас гораздо больше может быть проблем возникнуть. Потому что здесь такие места, в которых мне маневрировать как раз таки неудобно. Зато тут отлично заходило играть за инженера. Потому что он как раз таки мог безопасность себя ощущать практически везде. А, это раки. Все, я понял, кажется, как работает этот лук. Я сначала почему-то решил, что этот лук будет как бы... Пока он налетит стрелает, он выкидывает бомбы. А он, оказывается, сначала сама стрела наносит урон. А потом еще она, короче, взрывается бомбочками в том месте, куда попало. Окей. А как получить усиленную версию? Там будет бомб в два раза больше, вроде бы. Сейчас шесть, а будет двенадцать. Я бы это очень хотел. Ох, нифига там врагов. Телепортация, в принципе, немножечко она помогает, от таких врагов избежать. Блин, а бычки-то я их ненавижу вообще. Они же вообще безумные. Они как начнут себя таранить. Ауч! Дроны, 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 дроны. Минус дрон, понятно. Так, дай сюда. Все, уходим отсюда. Дрона забрать. Дрона забрать и убегать. Нет, не убивай моего дрона, пожалуйста. Второй дрон чуть не лег, более дорогой причем. Вот это было потно на самом деле сейчас. Так, ну мы там получили, блин, эти шипастые ботинки, которые наносят в урон. Твою жизнь, у меня сейчас дрон сломается. Уйдите от меня, пожалуйста. А у меня еще не только дрон сломается, я еще сам сломаюсь. С такими успехами. Ботинки, которые наносят в урон врагам при падении. Так, мы здесь забрали артефакт в прошлый раз. Здесь я так понимаю, что как бы эта штука остается на этот квестик. Но непонятно зачем он остается. Я могу его еще раз открыть, например, или что? Могу его активировать в забеге? Не, хотя это вряд ли. И вряд ли здесь какой-то просто предмет обычно появится. Это было бы, наверное, слишком халявное усиление. Это каждый раз так. Я думаю, что либо здесь ничего не появится, либо... Я не знаю, зачем эта штука остается. Наверное, просто часть генерации. Так, как хочется его добить, а? А, это ракета, 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 ракета. Дроны, 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 живите. Дроны, живите, пожалуйста. Давай, бей. Одного убили, отлично, уходим отсюда. Идем в правую сторону. Как-то здесь очень много врагов уже разлетелось. Блин, как они подронута попадают знатно. Слушайте, эти бычки, это просто ужас какой-то. Это просто бедствие какое-то сплошное. Меня даже сейчас... Мое сражение на ходу не спасает. По-моему, я сейчас откину копыт, если меня... Да. Если меня этот бык протаранит, а он, заразу, протаранил меня. Будь здоров. Капец, как жестко было сейчас. Блин, на этом этаже, да, неподходящий. Но знаете, что надо? Нам надо артефакты на скорость бега. Вообще дико поможет. Вот это стопудовое все я сейчас понимаю. Потому что мы, собственно, от этого отталкиваемся постоянно. От нашей скорости бега. От того, что мы постоянно убегаем от врагов и стреляем на ходу. Это бы дико мне зашло. И знаете, что, кстати говоря, увеличивается у охотницы за левелапы? Я тоже прочитал, забыл это озвучить. Эта скорость атаки на 2,5% за каждый левелап повышается. Это очень глупо. В целом, мне как бы на базовую атаку скорость атаки особо как бы забавно будет выглядеть, наверное. Ох как. На самый краешек попал. Повезло. Так, чуть-чуть денег почти хватает на сундучок. Так, вот тут пока ничего не видно. Так, но одного врага надо бы на самом деле убить хотя бы, чтобы мне денег на сундучок не хватало. Так, нас полечило, понятно. Не самое полезное использование активки. Бумеранг мне пока что не слишком сильно нравится. Мне нравится наша стартовая атака, мне нравится наша взрывная стрела больше всего. Телепорт в последнее время тоже больше нравится. Слушайте, мне все-таки реально, мне этот персонаж больше и больше нравится. Хоть я и слился, как последний этот самый небольшой орачок, так скажем. Но мне прям нравится. И я к геймпаду быстро привыкаю. Вот, например, я в Dead Cells пытался за часть записывать, не знаю, там выйдет та часть, которую я сейчас записывал, потому что я прервал запись. Решил отдохнуть некоторое время. Но у меня прям не получалось, потому что я постоянно путался в управлении, и это было прям фатальной проблемой. Так, ракеты, окей. Но это мне в прошлый раз, в принципе, у нас это было, и это мне понравилось. Это так, как бы такая, знаете, такая неочевидная штука, но она в целом помогает тебе это же защищать. Регулярно. Поэтому приятная тема. Я бы хотел еще что-нибудь открыть, прежде чем идти на босса. А, так вот, тихо-тихо-тихо, ударить, ударить хотя бы кого-то. Хотя бы тебя, дружище, да. Да, блин, ну как неудобно будет сейчас медуз бить, потому что они находятся не на нашем уровне, и из-за этого у меня лук на них не наводится. Вроде как во второй части у этой охотницы, у нее, короче, самонаводящийся выстрел, я слышал. Что-то такое, я видел видео немножечко. Вроде там человек говорил, что у нее самонаводящийся выстрел. Если, конечно, не ошибаюсь. Я мало смотрел, но, блин, как мне вторая часть понравилась тоже. Мне первая нравится дико, и вторая крутая очень. Но вторая у меня, к сожалению, не тянется. Блин, можно сказать, вызвать босса, и просто мы сейчас этот сундук вскоре откроем тоже все равно. А это колосс, это вообще не страшно. Мы этот сундук вскоре откроем, у нас здесь враги начнут спавниться, будь здоров, так. В принципе, без особых проблем. Так, давай. Золота почти хватает. Одного врага надо убить, скорее всего, еще. Так, бумеранг. Ох, сейчас хорошо, знатно влетит. Думал, с линии ударятся, потому что у нас там много врагов находится. Так, активка. Буратская золотая бомба, мои золото. Мои деньги. Отдай мне их обратно. А он 4 деньги потратил только. У меня было 44, у меня... Потом у меня стало 20. Но при этом, когда она взрывается, там как бы деньги обратно выпадают частично. Такое ощущение, что она почти денег нам не потратила. Конечно, все равно неприятно, потому что она ушла в него никуда. Эта ракета, блин, попробуй угадать, что у нас сейчас будет. Вернее, это бомба, бомба, бомба. А она ставится прямо на той точке, где ты стоишь. Вообще неудобная тема. Так, телепорт. Мы, кстати говоря, интересно, мы при помощи телепорта сможем игнорировать урон от падения или нет? Вот сейчас у меня это не особо получилось. Просто за командой я читал, что если перекатиться в последний момент, то можно избежать урона от падения. А вот за телепорт, я не знаю, сгнорируют это или нет. Так, пожалуйста, добей колосса. О, добили. Опаньки, это что такое еще оранжевое? Change to slow and damage enemies over time. Короче, какое-то замедление и дамаг целей постоянно или что-то такое. А, с каждого удара, скорее всего, имеется в виду. А, да-да-да, это статус накладывает типа яда вместе с замедлением. Хорошо, это очень крутая штука. Замедление, это как бы, ну не то же самое, что ускорение, но это очень близко к тому, похожим способом усилит наш забег. Только это мы как бы играем по врагам, а так бы играли бы по себе. Ну, если бы у нас была бы скорость бега именно. Окей, это зашибись артефакт, он сейчас выпал. Так, давайте посмотрим. А, хилку дали. Так, пробежимся сюда еще. Наверняка здесь что-нибудь должно быть. Да, здесь чаще всего что-то бывает. Еще можно быть наверх сбегать. Блин, ну мы быстро, конечно, босса нашли. Денег есть как минимум на три дорогих сундука. Ну, уже на два. Ага, там чертята. Чертят, в принципе, у нас есть шанс убить. Хотя их выносить будет, наверное, за этого персонажа, наверное, сложнее, чем за инженера. Если честно, я бы их выносил после того, как у меня уже монстр обычно закончится. Хотя, не знаю. Если они убегут направо, то там тупика нету. Главное контролировать вот эту правую часть. А, все, вообще без проблем. Мы их вообще бы легко вынесем. Они все побежали сюда. Давайте вот так последним. А, не вынесли. И плюс еще артефакт все равно здесь заспаунится. Так, постоянная хилка. Мистериус Вилл. Как-то таинственная что-то там. Не помню, как это называется. Но не суть. Нормальные штучки. Это постоянная хилка вроде как. На один и два затик. Окей, давайте еще чертят. Они все спрыгивают. И не все тут. Давай, используем бомбу. О, хорош, вынесли. Блин, у меня постоянно сейчас будет давать смолу Энигму. О, замедление времени хорош. Очень вовремя, кстати, сейчас. Дьявольски вовремя просто. Более вовремя тайминга такого не подгадаешь. Прямо, когда я к врагам поднялся. Хорошо. Нам постоянно сейчас опять будет дропаться эта штука. Меня радует, когда она дропается из контейнеров. Меня радует, когда она вместо артефактов полноценных попадается нам. Это ускорение активки. Но я не думаю, что она такая сильная. Там, наверное, процентов на 5 может быть. Либо не в процентах, может быть, в секундах. Либо процент от того, насколько у нас сейчас осталось. Потому что в прошлый раз у меня было 10, а кулдаун все равно был. Ну, само собой, иначе бы я мог бы спамить. Либо там, может быть, есть какой-то лимит. Надо бы разобраться, как эта штука работает. Потому что я более чем уверен, что у нас за этот забег, если у нас он будет такой более-менее успешный, что у нас их тоже много набраться может спокойно. Так, пока что у нас идет вторая сложность. Врагов уже осталось немного. Блин, мне бы сейчас вот эти вот прыжки наши еще добавить. Конечно, они во время боя нам бы не так помогли, как тому же инженеру инженеру. Прыжки вообще безумно спасали его. А здесь мы не сможем вести атаку по врагам, если мы прыгаем постоянно. Но, тем не менее, я бы их хотел. Хотя бы парочку. Как минимум, чтобы быстрее забираться. Как максимум, чтобы все-таки тоже в некоторых местах тех же кабанов, вот этих вот больших дикобразов. Блин, у меня дикобразов, что в Blazing Bigs есть, что здесь есть дикобразов у меня. Ну, я, 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 я это самый, я игрок, я так вижу их. Адамазался, типа. От них мне бы дико спасло это. Если у меня опять тундра попадется, мне дико интересен, какой же у нас секретный этаж укулеле. Вот это зашибись. Вот сейчас у нас артефакты прям вообще. Прям, прям вишенка на торте. Они все подходящие практически. Практически всем мне очень нравится для нашего персонажа. Я пробегу сюда. Я знаю, что здесь может быть тупик. Ну, здесь есть тупик, как бы. Ну, здесь могут быть, да, могут быть еще артефакты. Постоянный прирост золота, bleeding эффект или рандомный предмет. Я вот думаю. Наверное, рандомный предмет. Ой, второй, второй infected. Но infected мне не особо нравится, если честно. Ну, а и рандомный предмет. Это очки. Я рад, потому что они мне больше всего нравятся. Как бы в бою мне это однозначно больше всего поможет. Я думал, еще, может быть, копилку стоило бы взять. Но она со временем потеряет свою актуальность. Поэтому... А вот очки? Очки, они будут по-прежнему работать. Погнали. Я не знаю, какая дальность нашего бумеранга. А ну. Он сквозь стенки летает. Попали по кому-то. Я слышал звуки. Нет, сейчас не слышал. Но тогда я слышал звуки, что по кому-то попали. Мне так показалось, по крайней мере. Окей, пробежимся. Там у нас... Я не помню, где-то у нас еще были сундуки или нет. Около вот алтаря босса. Где-то там, нет? Так, давайте активку используем. Что она сделала? То ли она куклу Вуду использовала, я не заметил этого. То ли я не понял. Может, она дронов полечила, кстати. Лечилка дронов я ее вообще, по-моему, не замечу. Если хотя бы хилку нашу можно определить, потому что у нас ХП нарисуется. Типа, покажется, даже если у нас она полная. То вот хилку на дронов я не уверен, что я смогу определить, что она сработала. Так, все, да? Здесь уже ничего нет, наверное. Или есть все-таки? Говорит, немножечко. А нет, алтарь есть. Смотрите-ка, алтарь есть. А, блин, я туда как попасть-то? Только с этого фонтана я не долечу, ведь. Я ж не долечу. Серьезно. Давайте сейчас с другой стороны. По инерции будет проще, наверное. Да не, вообще без шансов, типа. Давай. Не-не-не, вообще, не-не-не, не вариант. Я не долечу до туда. Может быть, там можно было откуда-то справа обойти, но если честно, я в этом совсем не уверен. Офига я это поставил? Не знаю, честно. Надеюсь, что мне третий этаж опять ледяной попадется. Но ледяной с другой генерацией. Мне очень интересно, как выглядит секретный этаж. Я его вообще не видел, даже на картинках. Даже название не знаю. Серьезно, я типа не чекал. Я просто случайно узнал о секретном этаже. Так, блин. Руку с геймпада убрал, а у меня геймпад под... Я так футболкой руки накрыл специально, чтобы еще немножко заглушить его звук. Сейчас не мог правую руку обратно вернуть к управлению. Поэтому милочек так застрял там. Так, враги уже появились, окей. Парочку пока что выносим, потому что мне нужны денежки, хотя бы, чтобы я что-то мог открыть здесь. Вдруг попадется. Так, единственное, что когда я начинаю так врагов убивать, они начинают потом новые враги здесь появляться. Я в итоге отойти с места толком не могу. Ага, пошли медузы, да? Вот медузы мне вообще неприятные враги. Дико мне не нравятся медузы, это персонажи как-то не убиваются. Вроде здесь подъем наверх, да-да-да. А то я часто с правого подъема начинаю подниматься, и не получается, потому что там, зараза, утыкаюсь наверх. Так, мне здесь аптечку, наверное, стоит взять, да? Я так думаю. Так, это ускорение атаки явно. Да, у нас явно такой скорости атаки не было. Жаль, что тут накладал на навыков. Не отражается, а, големы-то достают. Все, минус один. Еще сработал у нас этот полыхание наше. Так, ракеты. Пожалуйста. Спасибо. Я, наверное, аптечку беру, потому что мне хилка после вражеских атак, в принципе, очень зайти может. Ой, хороший, даже без моей помощи добили их. Так, сейчас мы телепортируемся. Ой, там этот сам, там хилка. Ё-моё, как я ее не люблю-то. У него здоровье повышено, плюс еще хилит врагов, а когда он спрячется за какими-то другими врагами, до него вообще хрен достанешь. Регулярно хилит. Ну, конечно, хилка его на фоне нашего дамага не такая большая, но тем не менее это неприятно, когда она постоянная. Мы почти их добили. Мы успеем добить или нет? Немножко, немножко, немножко. Успели. Отлично. Окей, побежали отсюда. Мы набрали денег, мы взяли, в принципе, хороший артефакт, достаточно неплохой. И у нас хватает еще на один-два сундука уж точно. И плюс еще здесь ракеты сейчас полетят. О, синенький какой-то. Синенький, но при этом у него хп обычное, смотрите. У него нет второй шкалы хп, судя по всему, потому что у меня сложность еще низенькая. Совсем она не успела выросли, и у них хп не увеличилось. Наверное, поэтому. Но при этом элитки уже начали появляться. Давай, бей его. А, у нас голем около нас появился. Побежали отсюда. Так, ракеты этого мы добьем, я думаю. Да, все, побежали. У нас где-то должен быть либо сверху, либо снизу. Босс, где же еще? Либо посерединке. Не знаю, куда сначала, а вот здесь босс. Ну давайте, у нас здесь справа должен быть. Это висп. Окей, висп не особо страшно. Надо, главное, не забывать то, что... Во-первых, то, что нам надо бы расчистить поле боя с ним, потому что у меня там будет проблема. Мне там отступать особо некуда налево. Ох, как мне не нравится то, что у вас здесь так много. Главное, чтобы они к нам не шли. И то, что после виспа остается целая куча всякой малышни. Респица. Там целая гора всякого предмета сверху. Значит, что я возьму эти предметы сначала. А этот они в ту сторону. Ракеты полетели. Я хочу кусочек мяса взять, потому что он будет нас хилить. Конечно, можно было бы взять темирель, как он там называется, который повышает максимальное хп. Тоже неплохо. Но я хилку прям эту обожаю. Мне там мясо... Мне кажется, что они постоянно дропят с тебе со врага. В итоге там целая тонна просто хилок выпадает. Давайте бензин. После убийства врагов они будут оставлять. Огонь. О, стоп, сундук еще. Я же его замечал снизу, как-то сейчас забыл. Больше золота с врагов. Окей, пригодится тоже. Если бы я мог еще бумеранг как-нибудь, знаете, так направлять через стенки, как у инженера работало. О, как здесь вас много, ребята. Мне так сейчас будет неудобно вас бить всех. Они же будут до меня доставать здесь по-любому. А, ракеты еще. Ракеты, ракеты, ракеты. Неогидные другие. Вот ракеты точно будут доставать. Да, вон летит. Надо от них уворачиваться, как мне нафиг в баню. Это надо как-то по-другому. Надо с этой стороны просто расчистить, чтобы я мог сюда отступать и все. Вот смотрите, ДПС реально большой. Откуда он такой большой идет? А, смотрите, от каждой нашей атаки у нас появляется укулеле эффект. Эффект электричества на врагах. Ой, хорош. Факел там удачно поставили. Вот этого врага контрить будем жестко сейчас. Да хорош, тут ракеты стрелять в меня. Надо просто продержаться это время. Вынести как-то вот эту элитку, которая по-моему здесь стреляет ракету. Сколько у него хп еще? Я просто не вижу. Или она... Там справа стреляет кто-то и отсюда, по-моему, из этой пачки тоже вроде. Или мне показалось. Так, бумерангу не требуется особо вот так вот подпрыгивать. Потому что здесь враги находятся на том же уровне, а бумеранг проходит сквозь стены. Но вот нашим взрывным выстрелам это обязательно надо. Так, тихо, аккуратненько. Взрывные выстрелы? Слушай, серьезно, у него дамаг есть. Откуда такой ДПС идет? У него прям основная атака, ее обычная атака, она дико важная у нее. У многих персонажей я столько сильно ее ценю. Инженер она была прикольная массовая, но медленная достаточно. Здесь прям она... Ее хватает, чтобы дамажить просто стабильно. Потому что обычно я просто бегаю, бегаю, бегаю и жду кулдауна навыков. А тут я могу постоянно на ходу стрелять. И все. Охренеть там. Нифига, там бомбахнуло как. От чего там такой взрыв был? Это от нашей книжки, да? Да, ну как-то так смачно прям целая куча врагов разлетелась. Отлично, поставил. Зашибись. Поставил мины там, где их до них ни один враг не доберется, да. Минус, минус как раз таки. В безопасности такой. В безопасном местечке, до которого враги не могут добраться. Потому что если там будут какие-то мины, они до них тоже не доберутся. Что логично, в принципе. Так, кинаем бумеранг. Зашибись. Выкинули бумеранг. Вообще бы никуда. Так, давайте в этот раз будем направляться в эту сторону сразу. Перед тем, как его кинуть. Либо можно просто не париться и здесь продолжать стрелять. Потому что я так много времени трачу. На то, чтобы сначала спуститься с этого подъемчика. Потом... Нихрена там у вас ракет. Что-то много как-то полетело. Так, а я так не отстаю. О, хорош. Пошли взрываться потихонечку. Да, я вижу, там целая гора элиток. Блин, а где у нас вообще все предметы на этом этаже, на которые я могу сливать наши деньги? А то я вроде там слева много чего... Там немного чего было, но я там все купил вроде бы. Здесь остается... Вот здесь много чего купил. И все. Мне деньги тратить некуда. Оп, аккуратненько. Так, от Виспа. Главное, выворачиваться от его атаки, которую я сейчас благополучно словил. Она, в принципе, не сложная. Главное, просто не стоять на месте, так сказать. А мы здесь можем пройти? А, мы здесь можем пройти? Я что-то думал, что у нас здесь тупичок будет. Фу ты, блин, тогда вообще без проблем. Изи, до нас варги не достают. Только Виспа может достать. Вот от атаки. Но от нее очень легко выворачиваться. Что-то у нас вообще изи-босс. Изи, второй этаж, очень легкий. Ну, главное просто помнить про то, что он сейчас взорвется и занимается. Туда и куча всякой мелочи вылезет. С ней будет попроблематичнее, но мы на выступе находимся. Поэтому большие зеленые призраки на массовых проблем доставить не должны, судя по всему. Теоретически. Нормалек так. 11 левел. Убили Виспа. О, ракеты выпали. Хорош. Хорошие ракеты. А не в ту сторону, как обычно. Так, главное, чтобы у нас эта штука не успела исчезнуть. Она вроде как должна исчезнуть. Знаете что? Так сказать, от греха подальше я ее возьму сразу же. Так, все прожали. Блин, жалко, что деньги потратить некуда, конечно. Дико жалко. 2192 золота. Куда мне столько здесь, а? Ну вот некуда их потратить. Да, вот здесь нет тоже ничего. И здесь не было. Это я точно помню. Блин, обидно, обидно. Это опыта просто. Смотрите, вот столько денег, казалось бы. Да, но опыта вообще кипиш даст. Вообще ни о чем. Если там хотя бы эквивалент достойный был бы, ну тогда бы народ, наверное, просто фармил золото. Смотрите, сколько опыта даст. Типа, кажется, как бы и много вроде как. Процентов, так сказать, 15-20 дало. Но на фоне того, что этого золота хватало бы нам на зачистку, наверное, двух таких этажей больших полностью скупить их. Это не так уж и много. Мне кажется, что у нас мост целый. Смотрите, мы бежим по нему, он не заканчивается. Мне кажется, что у нас как раз так может быть сейчас секретный этаж. Если так, тогда мне надо найти босса и не слить этот этаж. Дикобразов очень мы боимся. Как мы поняли, они для нас огромной проблемой являются. У нас нет никаких навыков для контроля врагов особо таких. Чтобы их обездвижить или что-то в этом духе. Судя по всему, да, у нас мост живой, но секретка будет слева, где-то в другом месте. Под мостом, скорее всего. Окей, поищем вольер потом. Главное про него не забыть. К концу этажа. А сейчас мы ищем, собственно, побыстрее босса, скорее всего. Побыстрее босса, немножечко врагов может быть. Главное не затягивает, потому что здесь пока мы бьем одних врагов, у нас уже все. У нас огромное количество успевает нарезаться с этого этажа, начиная. На предыдущем еще было адекватно с этим. Сейчас уже враги появляются очень быстро. Оп. Блин, как он смачно в меня влупил-то, а? И тут уже... Ой, какое поле боя противное. Мне прям не нравится. Откуда это? Чей-то призрак вообще. Откуда он? Это наш, что ли, призрак? Что он там делает? Откуда он появился? У меня вроде таких навыков-то нет никаких. Если не ошибаюсь. О, дикобраз сразу появился. Не, пошел ты в баню, а? Я с ним вообще делал хоть не имею. Не хочу иметь. Он очень жесткий для нас. Вообще неподходящий враг. Погнали в другое место. Я прям не знаю, что с ними делать. Если они будут треспиться вовсю. О, смотрите, а сейчас у нас справа. Пусто. А, здесь у нас раньше, помните? У нас здесь был этот самый, была здесь секретка. С этим самым с алтарем. А сейчас ее здесь нету. Как это работает? Другая генерация. А, эта генерация как раз-таки с мостом. С мостом генерации справа секретки нету. Блин, сколько здесь предметов всяких. О, бомбосы нашли. Вопрос, вытащили я его? Вытянули я его. Ох, блин, какие у нас враги. Это оба с ракетами, что ли? Давайте активируем, ладно. Но ладно, чтобы это был не ифрит. Потому что... О, колосс, да ладно. Один колосс, что ли? Один? Серьезно, один колосс? Не поверю. Один колосс для этого этажа, это слишком щедро. Стоп, это фантазм? Блин. Если это фантазм, то это плохо. Вот этот черненький, который появился у нас. Фантазм, это зараза неприятно. Меня убивают по себе постепенно. Так, открываем, убегаем отсюда нафиг просто. Уходим оттуда. Так, ракета. Тихо. Вот эти враги сейчас были дикие неприятные. А как мне тут? А как там? В смысле? В смысле? Типа? А, ну хотя у меня есть репорт, конечно, да. Но типа я бы не допрыгивал. Я бы здесь подняться не мог, типа, за другого персонажа какого-нибудь без перекатов. Типа обходи через самое, через право. О-хо-хо-хо-хо, сколько врагов. Оп, репортировались. Охренеть вас тут, ребята, вы хорош. Они сейчас еще сюда придут, да? Блин. Они еще нас преследуют. Слишком много вас. Офигеть, я не знаю, что нам делать. Типа, у нас хп не хватает. Нам бы инфьюжн зашел бы хорошо. Меня просто выносит очень жестко. Очень быстро. У нас вроде как все есть подходящее для этого персонажа. Артефактов много хороших. Но все равно вот поле боя неудобное, на самом деле, для нас сейчас в этой локации. Это да, конечно. Что-то... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! А че вас там так много-то? Офигеть, что мне делать? Куда мне расчищаться? Каким образом? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не, че-то жестко. Давайте отойдем сюда. Немножко. Тут один обычный враг. Ух, налево что ли убегать или как А тут у нас, оу, эконом кишмя кишит Пуще прежней Не хочется мне туда идти наверх, но тоже не хочется, если честно Мне бы чтобы враги закончили Свои респауны и все ХП регается достаточно медленно У нас конечно есть регены небольшие, но их недостаточно много Блин, а почему такое Количество врагов заспаунилось на самых неудачных местах Нас милишные враги Не особо сильно пугают, если они двигаются не слишком быстро А вот Рейнджевики это огромная для нас проблема Особенно со всякими там ракетами Охренеть, нет Серьезно, серьезно Это не смешно даже было Как меня просто покарали Типа что я там должен был делать А прикиньте, у меня сейчас было бы не 492 здоровья, сколько там было А 42 например И 49 Если бы у меня была активка на стеклянность Прожата Выбран этот самый Артефакт Капец, меня просто покарали И я профукал секретный этаж, судя по всему Он должен был быть на той локации Потому что там был целенький мост Какого черта ты гранату высрал Прошу прощения Ну вот серьезно, фига ты сюда поставил Ну что это за 9 урона было На хрена они были нужны Не могла без нее обойтись 27 монеток Идем быстрее за этим самым За сундучком Алтари В баню эти алтари Блин, на них никогда сегодня Не особо прет Блин, у нас хорошие были артефакты Но хп не хватило Слишком жестко нас Слишком жестко нас там били Что я сейчас вытворил Я не знаю Просто открыл Сундук и убежал Упал вниз причем Аптечка это хорошо Окей Не знаю В чем была проблема Либо затянул забегом Потому что артефакты Я практически Ну Предметы всякие Я Убирал Вовсю У меня золото оставалось В конце этажа Я не настолько сильно спешил Возможно Слишком не спешил Не знаю Либо как-то Не знаю Просто запорол тем Что мне не стоило Туда сваться вниз Может стоило переждать Я не знаю Не знаю правильную тактику Просто не хотелось ждать как-то А он типа Даже умереть не может Пока у него Пока время тихает А, тихо-тихо Я думал Что он сейчас сам помрет В конце Когда Отморозится Все Ну блин Как я хочу Этот сундук открыт Но мне сюда возвращаться Люди пусть он придется Потому что эти 50 монетки Я буду копить Без Алтаря босса На первом этаже Просто Вечность Очень долго Очень медленно Может не стоило Подопрыгать Либо мне надо было Просто как-то Не допускать Такую ситуацию Но там были Вот эти вот пауки Причем с элитки С ракетами Это было дико неприятно Плюс сейчас Дикобразов Как-то спасаться надо А пауки Они как стреляют сами Так еще Так еще И эти ракеты Которые Которые сверху прилетают Проблемы были Да Ну ладно Может хотя Ну нужно было бы нам Больше всяких Пассивных способностей На проке Всяких артефактов Типа ракет Тому подобное Не знаю Но мне казалось Что у нас был уверенный Предыдущий забег Но чего-то не хватило Слился я Ладно Давайте не будем На этом зацикливаться Делаем еще один забег Уже собственно Делаем во всю Так Из этого Мне надо скорость атаки Наверное Вот это На 15% Мы там Портал не находили Вроде как С лица справа Его не было Я как-то так Проморгал Но вроде как Не было Так Ох Вот сундуков у нас Сейчас достаточно много На этом этаже Кстати Приличное количество Такое прям Так Есть демонята Даже чертята Ой Какое место Спавна у них Ё-моё Они сейчас тут Артак разбредуются Ох ты Куда прожал-то А она Кукла Вуду Меня наносит урон По мне Стоп Она Она Меня бьет Если врагов рядом нету Или она В принципе Мне урон дается И это как бы Моя плата за Нет Убей его Твою же дивизию Мы их судя по всему Не добьем Ребят Они разбежались Эти скотины Разбежались Как мне найти Еще двоих Мне надо вниз спускаться Если они сюда прибежали Что вряд ли А сейчас сюда прибежали Как же Не успели мы их убить Блин Ну разбредились они конечно неудачно Вандеринг Вагран Блин Вагран Вагран то не бить неудобно И он еще нас преследует Вовсю Не самый подходящий для нас босс Самый не подходящий наверное Самый лучший Это колосс конечно же Это вообще Ну это колосс Такой босс Который как бы Он лучше для всех Наверное персонажей В принципе Хотя медуза С другой стороны Она нас преследует Она на нашем уровне находится В отличии от этих медуз Оп тихо Куда улетел И она по крайней мере Сама по себе не кусается Так это что Это дополнительное золото С врагов Окей Давайте выносить Побыстрее их Больше золота Это всегда применимо для нас Так я чувствую Что у нас сначала Будет вагран Судя по всему Убивать вагран И магмором Такие врат боссы Которые Знаете Которые умирают Как правило До окончания тайминга Потому что от них Зараза не отвязаться Ты либо Либо их убиваешь Либо тебе 120 секунд Приходится бегать От этой пурги Как-то Что-то в этом духе Так Ну я здесь думаю Затянемся на этом этаже Потому что сундуков У нас очень много Здесь оказалось Ох тихо 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 Телепорт небольшой Сундуков у нас здесь много Поэтому мы можем сильно усилить наш забег Плюс еще алтари есть Чертята Главное чтобы денег хватило на все О Топор какой-то Always critical strikes Against low health enemies Чего? Всегда криты Короче Когда у врага мало здоровья Это как противоположность Лому примерно Который увеличивает дамаг По врагам у которых много хп Это по врагам у которых мало хп Если я правильно конечно понял Ну вроде как правильно Там по другому понять Это очень тяжело Так опять Дополнительная с голда Отлично Учитывая что мы достаточно рано прожали Босса Толком не накопить золота Нам дополнительное золото С врагов которые сейчас появляются Это очень в тему зайдет Так выносим их Разок можно сюда прожить Либо два раза Так хорошо Перезарядка на активку О Мортира Отлично Мортира тоже зайдет Потому что мы стараемся держать дистанцию Примерно такую Которая как раз так подходит Для этого оружия Тем более что мы постоянно ведем стрельбу Мортира Зашибись Так добили 122 критом Нормально так Это вам в принципе тоже Блин ну Я пытаюсь одного добить Другой появляется сразу же Да это мне А мы неплохо так отталкиваем врагов За счет чего Просто отталкивание обычное У нашей стрелы Нифига себе Он дистанцию держит Но это только Когда у нас один враг Нормально работает Когда он впачка Вот против пачки Этого персонажа конечно Появляются некоторые проблемы Окей Погнали Наверное наверх Там наверняка тоже Что-то должно быть Да я чувствую Что у нас здесь до третьей сложности Может быть поднимется Даже что-то около того Может быть Сначала наверное подождем Все-таки Блин у нас там активка есть Какая-то Не активка Артефакт Что за артефакт Я не знаю Но мы до него не доберемся Потому что там нужен По-любому прыжок Двойной хотя бы О сундук Сундук дропнули 114 стоит сундук Который мы сами зареспили Нифига себе Я не уверен Что если я его возьму То мне хватит денег На все остальное Чертят я бы взял Еще разок Но блин А если я не смогу Убить всех Будет обидно Знаете что Давайте не будем брать Сундук Тем более что В прошлый раз Из этого сундука Мне попался даже Не зеленый предмет А какой-то белый вообще Очки попались Очки конечно хорошие Хороший белый предмет Но блин Черт возьми белый Я надеюсь Что за такую стоимость Мне хотя бы что-то адекватное Будет давать Что-то более дорогое Более редкое Но там нифигашеньки Так этот контейнер Я думаю что мы возьмем На обратном пути Чтоб туда-сюда не мотаться Лишний раз В этот тупичок Так не забываем Наш телепорт используется У него кулдаун достаточно быстрый Он немножечко Все таки нашу скорость бега Как бы повышает Прохождение Пробег на этаже Давайте активируем эту штуку У нас к сожалению Ракет нет Поэтому у нас враги Не откинут в капуто Просто поражать алтаря Пару раз Либо три раза О разок есть О run faster Это зашибись Два еще разок Пожалуйста Блин Твою ж дивизию Не прокает Лучше бы я эти два поражать И использовал на тот сундук Дорогой Обидно Ну кто ж угадает то Опять такая штука Опять эта энигма Смол энигма Так я наверное На лево прыгать не буду В надежде на то Что там ничего не появится Еще одна Офигеть Уже три штуки Я не уверен Сколько она сильно нам нужна У нас из-за сундука Из-за этого бринку Да он там 114 секунд Или около того Или 120 секунд Там накладывается Огромный просто Кулдаун на нашем Активной способности Я думаю что кстати Вряд этот забег У нас будет скорее всего Последний на сегодня Слушайте Несмотря на то Что у меня конечно Пока что далеко Уйти не получилось Что у меня третий этаж Просто карает А Тихо Третий этаж Меня просто карает Пока что Но мне этот персонаж Серьезно Очень нравится Какого будет За повара Мне за повара Приколело Что у него все Реально Все навыки Там просто Знаете Типа прожарка клиента Сделать клиенту Отбивную какую-то Из него Или что-то такое Там все навыки Связаны с клиентами Именно у Шефа этого И он еще Ну я так понимаю Что это реально повар Потому что у него Поварский колпак Есть Плюс еще Он открывается Тем что мы должны Там собрать Определенные ингредиенты Которые как бы так Ооо Хорош Это замедлялка Очень хорошая штука Так у нас Алтарь босса Был левее Да Тогда Тихо забрать Тогда я могу Сюда направо сбегать Потому что по-моему У нас здесь был еще сундук Да 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 Вот он Здесь один был Или еще был Мне почему-то казалось Что там еще правее Фонтана был где-то Делинг дэмэдж Хилзью Да 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 Есть Смотрите-ка Отлично Значит не забыл еще Хорошо что я не использовал Тот сундук Дорогой Потому что сейчас У меня золота явно не хватило А теперь У нас за неудачные алтари Даваться будет Плюс криту Может стоять все-таки Вот если я выберу Три Выбью три или четыре Неудачные алтари То вот и пусть это лучше будет Как шанс крита будет работать Это будет огромный баф На самом деле для нас Чем тратить деньги В эти алтари Блин Ненадежные совершенно Если бы я это заранее взял бы Было бы уже Плюс 12% Шанс крита Ну кто же знал-то Что он попадется тут Так у нас чертята еще остались И они там за 40 чем-то монет Промо как раз То есть нам на них хватить должно Если конечно не ошибаюсь Ты куда блин убежал сюда-то Остановка времени А кстати смотрите Она останавливает время Офигеть Даже эту штуку я не могу использовать Она даже наш таймер Справа сверху останавливает Так ладно Давайте вот этим вернем все-таки Я хочу тех чертят Наверное все-таки взять По-моему у нас сундуков Больше не было Попытаться их как-то вынести Не знаю как правильно их убивать Либо тех которые налево убегают Наверное стоит сначала Не знаю наверное Давайте погнали сюда А вот смотрите Они убегают Противоположно от нас в сторону Поэтому мне как бы туда-сюда Мотаться не стоит Я уже думал об этом Но как-то в прошлый раз Я растерялся Не учил этот момент Окей Сейчас мы легко их вынесли Вообще без проблем Получили еще Increase Атак спид Отлично просто Вы посмотрите На эту скорость атаки Она такая Как у нас была под бафом Под активкой Огромная скорострельность Сейчас еще Прикиньте с левелапов Мы примерно К концу забега Можем повысить свою скорострельность Примерно сколько Какой у нас левел может быть 15-17 наверное да То есть это будет еще плюс Плюс много короче Плюс процентов там 37,5-42,5 Около того у нас будет буст На скорость атаки Или что-то в этом духе То есть большой буст На скорость атаки в итоге будет Мы раза в полтора с лишним Будем сильнее Атаковать быстрее Просто пулемет Серьезно мне дига нравится Этот момент Так это хилка наша Постоянная да Сработала сейчас На активку Окей интересно Какая активка Дает вот эти вот бафы На время Офигеть у врагов Наспавнился Это от чего У вас так много то а Ай-яй-яй Лупят 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 Хулиганы зрения лишаются Что ты как то Больно там пропек Чего ты Откуда ляпнулся Ха-ха Иди сюда О нет-нет-нет Какой вниз Какой вниз Бежал молодец Так использую взрывную стрелу Гумеранг Не втуда Вот блин Если бы оно Еще автоматически Наводилось бы Постоянно наших навыков В наших навыках Автоматически наводилось На врагов Было бы удобнее А да так Оно иногда бывает Стреляет в ту сторону В которую ты направлен Но при этом у тебя враги В другой стороне находятся Ой, хорош Ой, хорош Иди сюда Так, ну ты там умрешь? Нет? Вот видите Они находятся слева Основные враги Но я стреляю направо Ну как Там справа тоже были враги Но они были далеко А я хотел в левых Пострелять Это конечно Надо привыкать Как бы игре Само собой Не объяснить Чего я именно хочу Надо именно привыкать В использовании Я кстати говоря Хочу обратить внимание Что я еще По-моему Ни одного врага На этом даже не убил Хотя я их тут много Вроде как пенал Но я еще ни одного Не убил Потому что у меня золото До сих пор ноль Там уже одного Конечно Мы это исправили Ах ты ж зараза Как мне нравится Это пушка Блин справа Да Как она меня Пропихивает Меня постоянно Этот дамаг Еще одна появилась Значит уходим отсюда Уходим Черт возьми отсюда Мне они не нравятся У нас там были Сундуки слева Тихо Спокойно Раз Два Так Подпрыгиваем Так раз Сундук открыли Так Постоянная хилка Небольшая Окей Пригодится в принципе Так Там дешевый сундук Но я до него не доберусь Да А или Нет Я могу таким образом Добраться по моему Но мне нужно золото Чтобы это делать Потому что так Значит смысла не будет А эти враги К нам не хотят прыгать Да Тихо Спокойно Сначала их тогда Вынесем Вот этих В кого нибудь Хотя бы Чтобы золото Копить А потом уже Туда будем прыгать Тихо Спокойно Да Очень разнообразный комментарий Но сейчас какое-то Такое небольшое напряжение Есть Когда у меня Особенно вот этот Базукер попадает С этой пушкой своей Дурацкой Мощнейший просто От него легко Уборачиваться Но тогда когда у тебя Много врагов Ты на нем Не сосредотачиваешь Внимание Особо так Не в первую очередь Явно Так все Мы накопили золото Уж достаточно Причем нам хватает Даже на нижний сундук И даже по-моему На оба сундука нам хватает Да-да-да Давайте его возьмем Блин Ну за 100 монеток С моло-енигмы Получить А А не хватает Высоты Слушайте мне бюджетпак Сейчас Или двойной прыжок Вот зашли Мне не хватает Чтоб туда подпрыгнуть Серьезно Типа Не хватает Серьезно Да ладно Не поверю Я долг У меня должно хватить С телепортацией С этой Я не могу Мне буквально Пикселей не хватает Да тут допрыгнуть Ладно Возможно Что и не получится Тогда не будем Особо там много Времени тратить Зато как-то Сейчас тут Все целую сложностную Беру пока буду Туда допрыгивать Не ребят Вас как-то слишком много Погнали искать босса Наверное Нам надо бы наверх Хочу сходить Да Вдруг он тут находится Хотя с другой стороны Вератность этого Маленькая Я не хочу туда идти Так мне знаете Что надо Мне надо золото Накопить перед тем Как спрыгивать вниз Потому что там Чаще всего бывает Слева сундук Я бы его хотел бы Сразу взять Чем туда еще Возвращаться Лишний раз потом Подниматься Спускаться В очередной раз Он может сколько стоить В районе 100 Блин 40 с лишним Он может стоить Поэтому мне ждать На еще кого-то убить здесь Да куда Бумеранг Выкидываешь ты Я чисто Да Я долго буду Собладать с этим Управлением С тем что надо А тихо Тихо Ракета летит Ракета Спокойно Мы там вроде как Поубивали врагов Блин ну как их там Много еще осталось Ну ладно Здоровья слишком мало Меня чуть там Не покрошили Поэтому Нафиг Ага Здесь другой респ Да У этой локации появился Я их убивал Чтобы Сундук забрать Который здесь мог слева быть А у нас другой респаун Другая генерация сработала Окей Мы босс нашли Так это Ансен Твисп Окей Он до нас достает Или нет Так эти враги Вроде как не достают Зато у нас есть Электрический гриб И вот он еще Будь здоров До нас застанет А нет 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 Значит что Бежим отсюда Нам надо сундук открыть Надо сундук открыть Инфьюжн Инфьюжн Уходим Инфьюжн Инфьюжн Нас мог затащить Наш весь запек На самом деле Еще разок Я еще раз хочу Серьезно Немножко будет больше серии Чем я рассчитывал Я хочу еще разок Инфьюжн Мы там выжили Если я попадаю В такую западню Мне серьезно Мне нужен джетпак И мне нужен двойной прыжок Чтобы я мог Хоть как-то спасаться От врагов В таких ситуациях А лучше в них Не попадать в принципе То есть если враги Попадают с одной стороны Идут Я могу их контролировать Но если я попадаю В целую пачку То я там К сожалению Ничего сделать Уже не могу Это может быть Против этого Был бы силен Лодор какой-нибудь Ой какой Респавн Этих чертят Вообще вкусняцкий Просто Они тут В такой западне Находиться будут Они вообще Ничего сделать Нам не смогут Окей Очень хорошо Так плюс Еще у нас Здесь повезло Что у нас Заспавлены враги Достаточно толстые С которых Должен много денег Да сначала Короче нам надо Наводить Наши обычные Атаки Перед тем Как стрелять С навыков Потому что без этого У нас Будет наводка В другую сторону Вот так Почти Так мы накопили Уже на чертят Можно сразу Их использовать Тверя Потому что они Никуда не убегут В принципе Как хорошо Что они Не умеют По канатам Лазить Так вынесли Нам выпала Энигма Небольшая Нечередная Блин На самом деле Их очень много Выпадает Мне как-то Это перестает Травиться Ладно То что мы Актив Не можем Менять Это нормально Но просто На активке Я весь забег Не строю А у меня В итоге Треть артефактов Заменяется На энигмы Которые нас Зараза Никак особо Не усиляют Сейчас нас Прикиньте Выпало бы Что-нибудь Крутое Такое 25 золота Хватает На артефакт Полноценный Так А мы сюда Допрыгнем Легко Вообще Без проблем Да Полноценный Артефакт Ну а эти Энигмы Да Слушайте Может быть Я отключу Потом Нашу Активку Потому что Мне хочется Что-то И другое Использовать Конечно Забавно Но мне Эти Энигмы Не нравятся Которые У меня Постоянно Все заменяют Подряд Из-за этого Это как бы Это усложняет Забег В том числе Потому что У нас просто Артефактов Адекватно Не падает Тогда Когда мы На них Тратим Время И деньги Very easy Так У нас тут Очки В воздухе Витают Оказывается Так Надо золото Подкопить Еще И в принципе Слушайте У меня по-моему Сейчас у меня Генерация такая В которой Не так уж Много Всяких предметов Возьмешь Этот контейнер Или нет Все забрали По-моему У нас не так Много всего Здесь заспавнилось Поэтому Мне есть смысл Возможно Сразу побежать На босса искать Потому что У меня Золота останется Очень много Тогда в конце Практически Никогда Не бывает Такое Что у меня Как бы Деньги ушли Вернее Деньги Типа Мне не хватает Редко бывает Очень редко И сейчас Я думаю Что это точно Не тот случай Поэтому Сразу Ктируем босса Это колосс Колосса Можно сразу Начать Лупить Кстати Дополнительное Золото С врагов Нормально Только Врагов У нас Не особо Видно Давайте Пить колосса Пока он Здесь Тусит И наверное Нам стоит Двигаться Сразу же А Не просто Дополнительное Золото При убийстве Врагов Золото Выпадает Из врагов В принципе Дропается При ударе По ним Да ты Не в ту Не в ту Сторону Стреляешь Надо Вот так Ставить Иначе Эти медузы Которые Меня С двух Сторон Окружают Могут Доставить Большие Проблемы Мне с одной Сторон Надо Убегать Отсюда Потому что У меня Все Наши Предметы В основном Находятся Слева Которые Я могу Покупать Но мне Хочется Колосса Добить Которую Я почти Убил Ладно Побежали Отсюда Будем Двигаться И Отстреливаться Потихонечку Наберем Золото По дороге Как раз Так Вот так Зашибись Я двигаюсь И при этом Я вынес Всю пачку Всю линейку Врагов Вообще Зашибись Вот это Мне нравится Собственно От персонажа Потому что Меня дико Радует Но Пока что С Вот этим Самонаведением Странным Таким Я не совсем Разобрался Что Используем Вот это Давайте Погнали У нас Алтарь Теперь Я в любом Случае Не в проигрыш Раз Только в проигрыш Если он мне Со второй попытки Например Что-то даст Зараза Такая Что типа Он сольет Мне деньги И при этом Не даст Мне нормально Настакать Наш Вот это Вот криты Окей Давай еще раз Алтарь Используем И побежим Уже направо Оп Все он сломался Дал нам очередную Может 3 дни Блин А могло быть 5 артефактов Нормально Значит Я ее 100% Я штуку Эту следующий раз Отключу Наверное Она себя реально Не окупает По своему По этому По тому Как она нас ослабляет К сожалению Это все таки Невыгодно Поэтому артефакты Будем подключать Наверное попозже Тогда когда я Больше разберусь В этой игре А вот таким способом Мы можем ускорять Прохождение Здесь Нам не понадобится Подниматься Куда-то там наверх Хоть чертят Сейчас заберем Чертята Давайте покажите Какие артефакты Вы хорошие Можете мне дать Пожалуйста Ну только не Смол и Нигму Ну не 4 из 6 Артефактов Таких одинаковых Это перебор для меня Ну ликьюит нормально Не ликьюит А мистериюс вилл Почему ликьюит Я не знаю Мистериюс ликьюит Откуда-то это слово Какое-то словосочетание Откуда-то слышат Судя по всему И оно у меня в голове Засело Типа Таинственная жидкость Но это вилл Вилл я не помню Что это Оу А я могу отсюда Ха-ха Неудачники ребята Вы до меня не достанете Просто Я просто от вас Скрылся сейчас Очень удобно Очень-очень удобно Так все Мы почти всех врагов Вынесли 8 осталось Я вот не знаю У нас сверху Ничего не было вроде Да Ну если честно Я не помню По-моему оттуда спустились Мы не совсем Самую правую верхнюю часть Локации проверяли Надеюсь что там Ничего не будет все таки Снизу здесь вроде Тоже ничего не было Алтарь мы там Активировали сверху Блин Это значит Сверх тоже ничего нету В какую сторону Нам есть Где у вас еще Что-нибудь осталось На этом этаже И осталось Лишь что-нибудь Здесь еще Вообще В принципе Потому что У нас этаж Еще более скудный Был чем я думал На самом деле У нас еще Знаете что осталось Бомба золотая Понятно У нас еще Знаете что осталось У нас остался Колосс Который нам тоже Даст артипак По-моему Это золотая бомба Когда я подбираю Она взрывается При этом дропая Обратно золото Которое По-моему Мне так оказалось Что оно не притягивается Если это так Что я могу его собрать В итоге Но оно само исчезнет Если его не собрать Вовремя Это делает бомбу лучше Но блин Это надо постоянно Тусить около нее В итоге Тихо Убежали сразу Мы его покарали Очень быстро Так Это увеличение Скорость атаки На малом хп Блин Какие у нас артефакты Были в прошлый раз Крутые На основном Такая была Дикая скорость атаки А вот еще Точно У нас на было так Это круто Это хилищий дрон Да Блин Это возможно Что нам надо Хотя блин Меня опять Беспокоит то Что дрона будет убивать А хилить его стабильно Я не смогу У меня активка Не подходящая Так ладно Выходим с этажа А стоп Какой выходим А где враг остался Стоп Стоп Я же всех убивал Нет Он голема где-то Заспавнил что ли Или что Я же всех убивал Тут же был А вот он Все фух Я думал Что я где-то Около чертят Оставил врага А то я помню Что у нас А у нас призрак Появился Сейчас Вместо врага Точно Я задавался Как раз таки вопроса На ледяном этаже Откуда у меня призрак У меня вроде таких артефактов Не было Судя по всему Это наша активка Призвала призрака Тогда А то я сейчас прибегал Тут к гиганту И было два врага Гиганты Еще враг снизу Которого я убил Поэтому я сейчас Так удивился Так Скайми Где я заспавнился В левой части локации Или в правой В левой части Окей Хорошо Обожаю Когда я спавнился В тупике Где-нибудь И босс появляется В середине локации Тогда я потом Открываю алтарь И могу идти в правую часть Локации разведать Вообще идеально Тогда получается Сейчас у нас генерация В целом Респ хороший По крайней мере Генерация Не знаю хорошая или нет Генерация Очень важна В том Смотря сколько Мне сундуков здесь появится Сундуков Алтарей нет Наверное Контейнеров Всяких Тому подобного Так Посмотрим Что сверху будет Наверное Что-то здесь будет Продаваться Или что-нибудь В этом духе 97 золота В принципе На дешевый сундук Нам на этом этаже Должен хватать уже Так Тут пусто Блин Как-то Пока что скудненько Я ожидал Что здесь часто Бывает магазин Либо хотя бы сундучок Нет сундука даже Окей Ну давайте Этого убьем Одного И спустимся Сразу же здесь вниз Ааа Блин Демон появился Имп Может импа тоже Стоит убить Нет не будем Нафиг У него очень много здоровья В бане его Так Главное что Блин Я не вижу Там артефакты Снизу есть или нету Это вроде нету Так Контейнер Жаль что у нас нет А я убрал уже Да Когда я его взял Стоп А когда я его взял Я здесь был Я здесь не был Стоп Не обманывайте меня Я его только что Открыл И не заметил даже Я что то не понял Я же здесь не был Я вроде его не открывал Это же контейнер Да Ладно Ладно Окей Может быть я что то Как то не понял Не вкурил Так С нас алтарь И знаете что А босса погнали Сразу Типа нет смысла У нас золото Удет в овер Если я Нам конечно будет Сложнее босса Сейчас убить Но при этом Чтобы у нас золото Не уходило Лишнее Кто у нас босс А Вуанцинтис Просто как то Долго он резался 10 секунд Ох я слышал Прям звуки Такие смачные Того как у нас Постоянно целая гора Просто врагов Вспавнилась Уходим Так это кто такой Миссл дрон Я не знаю что это такое Пока что полежит тут Так наш дрон Целенький пока что Здесь что нибудь еще есть Сундучки И всякое такое Алтарь еще один Нам игра прям дает алтари Ну давай Если ты мне будешь давать артефакты Тогда мне будут артефакты Если не будешь давать артефакты Я буду усилять криты В принципе эти кубики Это нормальная штука Они как бы дают артефакты Тебе частично беспроигрышно Делают Но тогда алтари будут Знаете как срабатывать Последний Ты думаешь уже сейчас я Все последнее Использование артефакта Не артефакта Это алтаря И именно в этот раз Тебе берет и алтарь Дает предмет в итоге Так все Invisible Мы неплохо прожали В принципе Неплохо так потанчили врагов И поауе шлих вплотную Тихо уходим теперь отсюда И погнали наверх Посмотрим что там находится И Останется он только в правой части Со всем в правой прочекать И все Судя по всему у нас Либо деньги пойдут на дронов Либо на алтари Либо туда и туда Не знаю На что приоритет у нас Ох ты ж блин Как заспавнились Это очередной миссл дрон Да 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 Кто это вообще Такой миссл дрон Что там миссл Ты не мазал Это не связано Никак с промахами Вроде как Мисс Это вроде как Потерять Что то такое Но миссл Я не знаю Просто единство Слово которым Я напомнила Это Возможно Что оно никак не связано Вполне возможно Не знаю Что это за дрон Может быть его купим Как раз Медузы Так а мы здесь Можем пройти насквозь А не можем Там стал быть Ох ты ж блин Какую я себе Сейчас задницу Загоняю Не могу Да Не могу Телепорт Вот сейчас Телепорт конечно Затащил Через эту тучу врагов Мне было бы Очень-очень тяжело Пройти Блин Мне судя по всему Надо в этой точке Ждать Когда он с таймер Закончится Хотя лучше ждать Где-то сверху Чтобы у меня враги Спавнились там Потому что еще больше врагов В этой зоне Оу В этой зоне Я не выживу Stay alive Что значит Stay alive Типа выживи Тихо аккуратно Фринс мы контролируем Неплохо Потому что у нас здесь враги В основном милишные идут Бумерангами Ну блин Когда они телепортируются К нам Это не очень, конечно, приятно Типа Ох, нет Там эти самые Стреляющие появились Что у нас за активка была сейчас Что за активка была Нет, мы сейчас сдохнем Просто Тихо Тихо Шесть здоровья Нет, пожалуйста Нет, оно прилетело за нами Битва в воздухе Нет, какая медуза У меня все У меня хана Меня убили Офигеть Там меня Я просто Если я забирался бы наверх Меня бы медуза покрошила Капец Слушай, этот персонаж Он нить Он реально Мне кажется Тяжелый Но при этом Он мне понравился То, как он выглядит Мы что-то открыли Item lock Там было написано Что мы что-то Мамик открыли Там было, по-моему Такие примеры Которые мы впервые видели Да? Что-то было такое Что было? Топорик был, да? Или мы топорик уже видели? Survive 40 минут Да Выживать 40 минут? Нет У нас он был открыт Просто я его Не встречал Или встречал Очень редко Что забыл про него Не знаю Нифига себе Тут активы Как оказалось Смотрите А вот это что За активка вообще А что он делает? А как про нее прочитать? Obtain 30 items In one playthrough Done А, то есть я его просто Не встретил еще, да? А, тут написано Смотрите Как их открывать За снайпера I achieve 20 consecutive Perfect Reloads А, нихрена себе Надо за снайпера Сделать 20 успешных Перезарядок Судя по всему Подряд причем Судя на верное Стой Это за инфорсера Стой в щите А, в защитном моде 5 минут, короче Вообще Постоянно Я вообще не представляю Как это делать Просто специально Только открывать Если В забеге Это сделать невозможно Наверное Survive in lava Form Выживай в лаве Одну минуту За команда Актив Третий телепорт Без Hard ones Чего? Being hard ones Я не понял Что это значит Умри 50 раз Нормальная ачивка Ну мы ее скоро Откроем В принципе А это вообще Даже неизвестно Что это Окей Ладно В общем-то Ребят Вот такая получилась Серия Мы конечно Так далеко не зашли Как в прошлый раз Слушайте Персонаж мне понравился Но правда За него играть За него играть сложно За инфорсера тоже сложно Но мне за инфорсера Не нравится играть Не так весело Тут интересно Но я пока не понял Как именно В общем-то Ребят В следующий раз У нас будет Шеф Собственно Посмотрим Какого будет за него У него какой-то Какой-то такой аспект Есть Что у него есть Основные навыки И есть четвертый навык Это баф Который действует На все навыки Но только на Следующее применение Ты усиляешь Своё следующее Как бы применение Навыка И сам выбираешь Какой именно Ты будешь Применять дальше Что-то как-то так У него на этом основано Тоже такая интересная Механика Но это будет В следующий раз Ребят А пока что Я надеюсь Что вам понравилась Эта серия Ребят А если так То не забудьте Подписаться на канал Если до сих пор Почему-то не подписаны Это будет Как поддержка меня Большая И мотивирует тоже Оставляйте комментарии Ребят Стараюсь всем отвечать И не забывайте Оценить видео Ребят Это так же Сильно мотивирует меня И поддерживает канал Помогает роликам И каналам в развитии А я желаю Ребят Всем хорошего Отличного Позитивного настроения И такого же Хорошего удачного дня Можете цеть Ребят Свои тактики Как играть за охотницу Потому что Мне вот этот персонаж Понравился Я бы хотел Ей научиться играть Но слушайте У меня с ней Не получилось ничего Особо сегодня То есть Как выживать В таких ситуациях Я прям Не совсем врубился За инженера Думается сложнее Гораздо Ну ладно В следующий раз Будет шеф Не знаю Насколько он будет сильный Будет видно А я желаю Ребят Все в общем-то Всем хорошего Позитивного настроения Ребят Такого же Хорошего удачного дня И всем еще раз Ребят Удачи И до новых встреч Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok